Чемпионат мира в России произвел настоящий фурор, став одним из самых непредсказуемых в истории. Многие фавориты провалились на ранних стадиях, а крутые игроки, на которых мы так надеялись, не показали и половину своих возможностей. Остался решающий матч, но уже сейчас можно подводить итоги. Это топ-10 худших игроков Чемпионата мира в России. Десятая строчка. Томас Мюллер. Немец всегда прекрасно выступал на Чемпионатах мира. Однако в этот раз он напомнил привидение. Да-да, именно привидение. За весь турнир Мюллер не совершил ни одного полезного действия. Не то что гола или голевая, даже ни одной успешной обводки. В матче с Мексикой Томас ни разу не ударил поворотом, став единственным полевым у Германии по данному показателю. Даже защитники били. А после поединка против сборной Швеции, в котором Мюллер запорол два классных момента, Лев принял решение посадить футболиста на лавку. Слава богу, наконец-то. Но в заключительном матче Томас снова появился на поле. И вновь не создал ни одного опасного момента. Так, стоп. Это точно был Мюллер, а не Заболотный? Вроде не похоже. Девятый. Сергей Милинкович Савич. Серб провел классный сезон в Лацио. И агент говорил, что он стоит 120-150 миллионов евро. Так что Мундиаль был отличным шансом для Сереги доказать свою крутость и уехать в Реал. Начал Савич неплохо, правда в матче с Коста-Рикой. Когда же речь зашла о серьезных соперниках, полностью провалился. Со Швейцарией растворился на поле и совершенно не помогал защите. Ноль отборов при трех попытках, из-за чего команда оказалась разбитой и игроки Атати просто не могли получить мяч. А в поединке против Бразилии Сергей выполнял роль чистого опорника. Его главной задачей было отбирать мячи. Ну а с ней он справлялся так себе. Четыре успешных отбора из девяти предпринятых и всего за турнир ни одного результативного действия. 150 миллионов? Серьезно? Друзья, часто случается так, что два любимых футбольных матча идут в одно и то же время. Такое было даже на ЧМ. Ни один не хочется пропускать, приходится выбирать, второй смотреть в записи. Но велика вероятность поймать спойлеры и станет неинтересно. К счастью, сейчас все это решается с помощью Яндекс.Браузера. В нем можно вынести любое видео в отдельное окно. И даже если свернуть Яндекс и открыть другой браузер, оно будет отображаться. Очень удобная штука. Таким образом можно смотреть два прямых эфира одновременно или включить матч и параллельно выполнять другую работу. Ну а еще Яндекс выпустил серию виджетов о текущем чемпионате мира. И теперь следить за турниром очень удобно. Узнать когда, с кем и во сколько следующий матч так же легко, как посмотреть время на смартфоне. Попробуйте эту фишку, всем советую скачать реальная находка. Ссылка внизу в описании. Восьмая строчка от два футболиста сборной Бразилии. Габриэль Жезус и Фернандиньо. Первый, по ожиданиям Букмитера, был шестым претендентом на золотую бутцу по итогам турнира. И все были уверены в нападению бразильца в полный порядок. Однако на Мундиале Жезуса будто подменили. Не получалось ровным счетом ничего. Сильно ухудшились абсолютно все атакующие показатели. Его удары либо баллотировались защитниками, либо попросту летели мимо ворот. А потери мяча по сравнению с результатами в сезоне возросли в полтора раза. В итоге Габриэль старался, но по факту был бесполезен. И Фермино, которого выпускали на замену, выглядел куда лучше. А Фернандиньо на турнире был запасным. Выходил доигрывать в концовке матчей. Однако в 1-4 против Бельгии, когда нужно было показать свою крутость и подменить дисквалифицированного Казимира, Фернандиньо испортил весь матч. Бразилец нервничал и не дорабатывал в защите. Сначала забил гол в свои ворота после углового, а через 5 минут забыл подстраховать партнеров. Убежал вперед и был обыгран Лукаку во время голевой контратаки бельгийцев, что просто похоронило пентакампионов. Хотя в целом они играли очень хорошо. И по ходу турнира, и в четвертьфинале, и были лучше бельгийцев. Но две ошибки Фернандиньо и шартер домой. Спасибо, блин. Седьмой. Роберт Левандовский. Понятно, этот чемпионат мира сборная Польши провалила, а Левандовский вновь показал, что не способен в одиночку тащить слабую команду, в отличие от тех, кто был в нашем прошлом топе. При этом вся тактика Адама Навалки заключалась в игре на нападающего Баварии. Но на этом мундиале команды одного игрока проваливались. Вот и Лёва постоянно ошибался. В среднем за игру поляк почти 5 раз терял мяч. И почти всегда проигрывал верховые дуэли. Понятно, вся команда Польши сыграла не очень, и Роберта не особо снабжали мячом. Но от форварда, его уровня, мы ожидали хотя бы одного результативного действия. А по факту ноль. Шестая позиция. Центральные защитники сборной Испании. Жерар Пике и Сертио Рамос. Чьи частые провалы и недопонимания чуть не привели к невыходу красной фурии даже из группы. Пике на турнире сильно сдал в оборонительных навыках. И практически не создавал препятствий соперникам. А в матче 1-8 против сборной России вообще привёз в пенальти, подумав, что он волейболист. И этот эпизод стал решающим для вылета сборной Испании. Рама же также действовал заметно хуже, чем в сезоне. Да ещё и совершал фатальные ошибки. В первом туре из-под него пробил Роналду, и Португалия вышла вперёд. А в матче против Марокко Сертио сначала не понял Аниесту и потерял мяч на своей половине поля, что привело к голу. А потом на последних минутах проиграл верховую борьбу Энни Сири, гол которого вообще поставил под угрозу выход Испании из группы. Не думал, что это скажу, но Кутепов и Игнаш реально были круче Пике Рамоса по всем вообще параметрам. Так, я точно не сплю. Пятая строчка. Мануэль Нойер. Изначально не совсем был понятен выбор Йоахи Малёва, ведь голкипер Баварии пропустил весь сезон из-за травмы, а Торштеген, наоборот, провёл лучший год в карьере. Так или иначе, плохая форма Нойера сказалась уже в стартовом поединке со сборной Мексики. Ману пустил гол в ближний, хотя всего было 4 удара в створ, в то время как его визави Дильер Мачо совершил 9 суперсейвов, отстояв на 0. В матче против Швеции немец зачем-то далеко вышел из ворот, из-за чего пропустил за шиворот. А в заключительной игре с Южной Кореей за 5 минут до конца матча зачем-то выбежал из ворот и стал обводить соперников в центре поля. В итоге ошибся, привёз гол и просто похоронил Германию. Если честно, у меня вообще не укладывается в голове. Ладно, бежать на последний угловой. Но за 5 минут до конца водиться в центре поля, в то время как полузащитники идут прикрывать ворота. Ты что, посчитал, что ты играешь в центре лучше полузащитников сборной Германии и даёшь ключевые передачи? С ума сошёл? Я последний раз во дворе такое видел у себя, когда 14-летние пацаны выбегают из ворот в атаку. Прости, Ману, но ты просто клоун. Просто нет слов. Четвёртое место. Гонсало Игуаин. В целом, Мундиаль в России провал всей Аргентины и лично Сан-Паоли. Однако, если выделять кого-то одного из полевых, то Гонсало. Он весь турнир являлся каким-то аморфным телом. Был очень тяжёлым и вообще не похожим на себя двухлетней давности. Плюс, тренер Аргентины, Сан-Паоли, после игры с хорватами поссорился с Куном Агуэра. Из-за этого всё же стал ставить в состав мёртвого Игуаина. Выбора не было. Но Гонсало был настолько плох, что тренер пожертвовал в итоге своими амбициями и опять начал выпускать Агуэра. Вы прикиньте, насколько бесполезен оказался Игуаин. Многие также считают, что худшим игроком Аргентины был Месси. Но тут нужно определиться, за кого мы его считаем. Если Лео для нас футбольный бог, то да, наверное, это провал. Ведь он не смог в одиночку тащить мертвейшую команду. А если Лео не бог, а просто дико крутой, но специфический футболист, которому для демонстрации лучших качеств нужна сыгранная команда, то тогда Лео действовал очень сильно. Он был лучшим в сборной, которая не играла вообще. Сами решайте, за кого принимать Месси. Но, по-моему, провалом его игру точно не назвать. Третий. Давид Дехиа. Вообще, этот чемпионат мира, в отличие от предыдущего, всем нам запомнится неуверенной игрой многих вратарей. Однако самым неожиданным провалом стал Давид. Бесспорно, лучший голкипер сезона. Однако в России с Дехиа произошла необъяснимая метаморфоза. В каждом матче он не мог справиться с нервами и часто ошибался. В дебютной игре пропустил три мяча, а причем второй забил чуть ли не сам себе. А в третьем поединке группового этапа Испанин отпустил мяч между ног. В плей-офф с России в серии пенальти лучший голкипер мира полностью проиграл Игорю Акинфееву, не сумев отразить ни одного удара с точки. И вообще за весь турнир Дехиа совершил всего лишь один сейв. Вы прикиньте, ему семь раз ударили поворотом и залетело шесть мячей. Второй. Федор Смолов. Нападающий Краснодара, по идее, должен был после турнира уехать куда-то в Европу. Но, к сожалению, желание показать себя на первенстве переплюнуло командный настрой. В итоге, прямо по ходу турнира, Дзюба отвоевал место в старте. Ну и дальше Смолов лишь выходил на замену. Но и с такой ролью вообще не справлялся и никак не мог зацепиться за мяч. Как апофеоз ужасной игры, не забитый пенальти Паненкой в послематчевой серии в четвертьфинале. И никто бы ничего Федору не сказал за промах, если бы тот пенальти он бил, чтобы забить. Как Марио Фернандес, просто не повезло. Но Федя бил, чтобы показать свою крутость, свою технику. Зачем? У них вратарь сейчас одноногий, ударь в угол он не успеет. Так нет. А самое неприятное, знаете что? Что после этого всего Смолов даже не извинился. А лишь в интервью сравнил себя с Майклом Джорданом, сказав, что даже у самых великих бывают промахи. Не, Федор отличный парень. И все равно, лучший русский форвард последних лет. И я очень хочу, чтобы он поскорее забыл этот момент. Но просто по-человечески извинись. Почему нет? Какой нахрен Майкл Джордан? Ну и первое место. Главный провал турнира. Вообще вся сборная Германии. И конкретно Йохим Лев, выбравший вообще не тот состав на турнир. На чемпионат мира в Россию Лев решил ехать старым составом. Сделав ставку на опыт и практически ничего не изменив. Но лидеры Бундестим оказались в ужаснейшей форме. Ну а из игроков здесь стоит отметить конкретно, прежде всего, Месута Азила, который приехал в ужаснейшем физическом состоянии и не был вообще полезен. Я Гектора больше запомнил на турнире, чем Месута Азила, где он вообще был. Ну и даже не на своем уровне сыграл Тони Кросс, что для меня вообще откровение. Он не помогал обороне, слабо двигал мяч вперед, из-за чего немцам приходилось играть навесами. И Тима Вернера менял здоровенный Марио Гомес. В первой игре против Мексики неудачно отдал передачу Хидири, который под прессингом потерял мяч и привез голевую контратаку. В поединке со Швецией полузащитник Реала ошибся с передачей и привез гол на пустом месте. А потом еще дважды обрезал и привозил опасные атаки. И даже победный удар в концовке не сильно изменил впечатление от игры Тони. В самой же важной игре для сборной Германии Кросс после подачи углового соперника фактически отдал голевую передачу корейцу. И Германия поехала домой. Не, у немцев были плохие очень многие. Но к тому, что на поле в важных матчах теряется азил, мы уже привыкли. К тому, что это делает Кросс, нет. Ну и бонус. Неймар. Нет, его выступление нельзя назвать каким-то провалом. Хотя и ждали от бразильца явно большего. Но Ней стал огромным разочарованием из-за своего поведения. Бразилица на турнире симулировал так, как не симулировал, наверное, никогда в жизни. Мы думали, он повзрослел. Нет. За первые четыре матча он провел 14 минут, валяясь на газоне и перекатываясь, как бревно. В итоге над футболистом все смеялись и пародировали его актерские данные. И самое обидное тут, что чемпионат смотрел весь мир, а Неймар задает тон. И теперь симуляций в футболе, видимо, станет еще больше. Ведь Неймара толком никто не наказал. Все хотели обсуждать голы бразильца, а обсуждали его капризы. Жаль. Друзья, ваши любимые топы, которые, я надеюсь, вы смотрели не один год, теперь только на канале Мяч, только здесь, кто бы что ни делал. Пишите, кто для вас стал худшим игроком чемпионата мира в России и почему. И что в целом стало главным провалом. Подписывайтесь на канал, у нас правда интересно. И очень много статистики и фактов. А обязательно гляньте прошлый выпуск про футболистов, которые тащили в одиночку на чемпионатах мира. Это тут. Посмотрите мой новый формат, где я предположил, какие пять игроков сборной России обязаны уехать за границу прямо сейчас. Это здесь. И гляньте мой выпуск шоу на выезд. О том, сколько стоит своим ходом съездить на крутейшую Волгоград-арену. Это тут. Саня Журавлев, Мяч Продакшн. Спасибо сборной России. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok